массаж для меня был очень много пока моё здоровье немножко конечно так не подкосило вообще массаж люблю очень сильно люблю прикасаться люблю делать массаж люблю обожаю получать массаж и направлении массажа конечно же есть лечебные массаж да и массажи которые наверное можно делать всем и всегда и любое время которые дают просто состоянии легкости и сейчас мне бы хотелось чтобы вы каждый что-то себе я могу начать с моего близкого человека Василий любимый мужчина архитектор прекрасный дизайнер возможно вам будет интересно познакомиться ближе меня зовут Аталия я реставратор жикарно как раз и рядом Василий ты нужна сейчас добывай естественно говоря проходила мальвую терапию у Палады и сейчас прохожу общий массажер так живу классно наше здесь наше рулит спасибо расскажите я сын Галли на массаж для человека пришел в качество поддержать развитие и все это общее что он из себя представляет ну хотя бы сам получить массаж и попробовать себя что сам я могу в этом массаже ну в дальнейшем посмотрим от первого занятия будет зависеть от дальнейшем ну или это обментили уже нет спасибо спасибо если честно здравствуйте меня зовут Сергей наше образование юрист к массажу не имею никакого отношения пришел по праздному любопытству отлично отлично хорошо меня зовут Анна думаю моя сфера деятельности не особо имеет значения я знакома Петра который зелен который отсутствует пока вот хожу к нему на массаж знакома также с мануальными терапевтами с которыми так же дружит Петр недавно была на вытяжке вот ну так же буду продолжать Петру ходить просто интересно ну вот еще и самой научить может что-то сделать какие-то темы такие чтобы можно было в домашних условиях использовать спасибо спасибо представьтесь меня зовут Ильяна я узнала Виталия Казакевич с нашим проектом вместе ездим организованные принты для наших участников и увидела массажных вечеринок и вот решила прийти познакомиться вы Галина? да интересно узнать какие-то техники от вас спасибо и вы не не это нет нет не вы не не Здравствуйте, меня зовут Оля, я Криса, я из занимающего главы разными практиками, но я восстанавливаю после многих тяжелых веселочных процессов. Я пришла сюда, чтобы получить массаж, чтобы подышать в Дали, и очень рада, что у тебя с творческой функции. Спасибо. Меня зовут Дали, я раньше преподавала литературу для девочек, женщин. Там были даотские практики, индийские практики, да, и так далее, соседние дни. Я делаю лохан для тела, ручная работа, тоже которая направлена на расслабление, на женскую ручку. Сейчас я работаю в Сбербанке, повернула совсем по-другому. В общем, я сюда пришла за какой-то новой информацией, потому что мне массаж очень не полезен. Я хотела бы узнать, способны ли я себя в новой информации почувствовать. Спасибо. Спасибо за честность. Ну и я также еще немножко добавлю себе. Я также сейчас веду женскую школу, совсем небольшую. Я там у себя с дома. Сейчас мы с Олей планируем провести еще одно очень интересное мероприятие. Мы с Олей познакомились с Семеном тогда, когда я вела у Михалкова в Академии, где-то месяц больше занимались каждый день. Это называется марафон. Это очень мощная энергетическая практика. И я могу сказать, что это практика, которая переворачивает жизнь, разворачивает совершенно другое русло. По крайней мере, Оля очень сильно изменилась. По крайней мере, мы поддерживаем отношения. Но, кого я знаю, кто был, очень большие изменения, процессы. Так что, если будут какие-то вопросы, задавайте. А как называется энергетическая практика? Энергетическая практика – это кали-марафон. А вторая практика – это пробуждение источника. Иначе называют пробуждение силы. Это очень сильная практика. 21 день нужно пройти обязательно каждый день. Вот. С наркома? Нет, мне сейчас с девочками в чате там все жзали. Да. Пожалуйста. Желтка. 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 А. Ну, на самом деле. Ну, это чтобы привить привычку. 60 дней, да? 60 дней. Смотри, проходили дорогу. Вот и Петя. Ага. Алло. Да, Петя. Массаж. Делают массаж. Да, расслабление. Так. Но ведь не только расслабляющий делает массаж. Да. Наслабление. Наслабление. Ага. А еще, еще. Я знаю, что вы все знаете. Это вылезение. Ага. Наслабление как-то. Да, да, да. На самом деле массаж, конечно же, да, сами знаете, в первую очередь, что вам дает? Дает здоровье, дает силы, от расслабления. А когда мы расслаблены, то что происходит в организме? Естественные силы идут на восстановление, да. Мы восстанавливаемся после каких-то тяжелых будней. Мы восстанавливаемся после болезни. Либо мы, если мы работаем с позвоночником, мы прорабатываем, и энергия начинает очень хорошо двигаться по позвоночнику, и точно так же у нас происходит оздоровление. Вот. И, конечно же, любую болезнь лучше предупредить, нежен лечить. Поэтому расслабление, оно всегда очень благотворно действует на весь организм, на все состояние. Мы никого не исцеляем, человек исцеляется сам, благодаря тому состоянию глубокого принятия себя, своего какого-то внутреннего блаженства. Ну, каждый испытывает свои состояния. Вот. Поэтому мы сегодня будем ознакомиться с техниками, которые будут давать расслабление. Вот. Мы очень, уже как бы, пересекались, я так понимаю, с Олегом. Потому что я закончила двухгодичное обучение у американки, у профессора подлесной ориентированной терапии. И самое важное, когда мы даем возможность расслабиться еще со звуком, да, мы даем какой-то звук, мы позволяем звук выйти, да. Звук бывает. Когда человек заболевает, что он делает, да, когда ему вольно? Может быть, он слух произносит этот звук, может быть, внутри, да. Вот это состояние помогает ему исцеляться. Сегодня мы тоже будем с вами немножко знакомиться со своим звуком. Что мы будем делать? Сначала, вот сейчас уже, я думаю, что Петя подойдет, он уже где-то здесь рядом. Вот, мы уже дождемся его. Я хочу, чтобы каждый из вас уже для себя решил, здесь у нас вместе мальчики и девочки, выберите себе партнера, кто вам нравится, кто вам близок, с кем бы вы хотели сейчас познакомиться поближе. С кем бы вы хотелось, лучше, конечно, мальчик и девочку, а мальчиков, ну, достаточно. Не знаю. А я хотел вот с йогой. Конечно, можно. А можно вот с девушкой, которая йог? Я, извиняюсь, не запомнил. Нет, а я не хочу с вами. Нет? Сейчас, с вами бы другого выглядит. Не убирайтесь. Каждый здесь проходит что-то свое. Убирайте. Ну, и все поднимаются. Все сидят. Одиночки. Нужно обернуться и познакомиться со всеми. Да, помню. Вам тоже важно. Ну, вот, я награду чуть-чуть. Да, но. Сколько лет назад. Он протекции. Вам нужно, ребята? Есть у вас?